Всем привет! Здравствуйте! С вами Лера. Добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами посмотрим рабочие тетради по математике за 5 число. Кому нравится контент такого формата, то не забывайте прожимать лайк, подписываться и оставляйте комментарии, как прошел ваш сегодняшний день. Я не знаю, в какое время суток вы смотрите данный ролик, но желаю вам хорошего остатка или начала дня. Обязательно оставляйте комментарии, была ли у вас сегодня математика и какие оценочки вы по ней получили. Я читаю каждый комментарий, мне будет очень приятно налаживать с вами обратную связь. Ну и, конечно же, если вдруг вы еще не подписаны на телеграм-канал, то обязательно тоже подписывайтесь. У нас там иногда бывает интересно, представляете, вот таким вот образом. Ну, а тема у нас сегодня какая? Что вы смотрите на кадр? Вот как вы думаете, какая сегодня у нас тема по математике? Увеличение и уменьшение числа в 10, в 100 и в 1000 раз. Вот это поворот. Угадали или нет? Неизвестно. Итак, классная работа. Работали на страничке 28. Для начала быстренько-быстренько, устненько. Мы, значит, сравнивали числа. У нас там в учебнике было несколько столбиков. Мы сравнивали числа в каждом столбике. Например, у нас есть цифра 3, число 3, 30, 300 и 3000. И нам говорят, что значит цифра 3 в записи каждого числа. Число 3, 30, 300, 3000. Мы говорим, в 3 это 3 единицы. 30, число 3, это 3 десятка. В числе 300, тройка, это 3 сотни. В числе 3000, тройка, это 3 единицы тысяч. Да, логично? Логично. Да, дальше нас спрашивают, во сколько раз 30 больше, чем 3? 30 больше, чем 3 в 10 раз. А 300 больше, чем 3 в 100 раз. А 3000 больше, чем 3 в 1000 раз. 300 больше, чем 30 в 10 раз. Также и про 900, и про другие числа мы с вами говорили. И нам говорят, мол, закончи вывод, что если в записи числа справа приписать 1, 0, 2, 0, 3, 0, то получим число, которое больше данного в 10, 100 или 1000 раз, в зависимости от того, сколько нулей у тебя. А если в записи чисел, наоборот, отбросить, 1, 0, 2, 0, 3, 0, то получится число, которое меньше данного во сколько? В 10, в 100 и в 1000 раз. Ну, мы с вами сейчас все вот здесь вот разберем, посмотрим. Мы с вами быстренько, устненько раз-раз-раз пробежались и вперед по коням, как говорится. Сейчас еще раз все разберем. Итак, упражнение 129. Нам говорят, у нас есть числа 57, у нас есть число 90, у нас есть число 200. Нам говорят, увеличь эти числа в 10 раз. Мы с вами с пеленок знаем, что увеличить в – это умножить. Да, верно. То есть, нам нужно 57 умножить на 10, 90 умножить на 10, 200 умножить на 10. Мы с вами знаем правило, что если в записи числа справа приписать 1, 0, то получите число, которое, значит, больше данного в 10 раз, там, да, в 100, в 1000. Ну, как бы мы с вами это понимаем. Итак, значит, мы 57 умножаем на 10. Круглое число мы что делаем? Приписываем 0. Верно? Верно. 570. Дальше. 90 умножаем на 10. Приписываем 0 к числу 90. Сколько получается? 900. Верно? Верно. Смотрим дальше. 200 умножаем на 10. Приписывай 0 сюда. Сколько получится? 2 тысячи. Верно. Дальше. Нам говорят, у вас есть числа 4 тысячи, 60 тысяч и 152 тысячи. Уменьши их в тысячу раз. Уменьши их в тысячу раз. Это значит, от этих чисел 3 нуля надо отсечь, потому что мы уменьшаем. Вот у тебя 4 тысячи. В 4 тысячах сколько нулей? 1, 2, 3. Уменьшай на тысячу. 1, 2, 3. Они друг друга уничтожают. Эти нули идут на этих нулей. Все. Исчезли. Сколько остается? 4. Значит, 4 тысячу разделить на тысячу. Получится 4. Смотрим. 60 тысяч. 1, 2, 3, 4. Вот 60 тысяч. Делим на тысячу. Уничтожаем вот этот поход. Собираем. 3 нуля идут на эти 3 нуля. Все. Их нет. Какое число остается? 60. 60. 60. Вопросов не имею. 152 тысячи. Это не 152 тысячи. Это 15200. Забыли немножко ноль. 152 тысячи. Разделить на... Ну, здравствуйте. Тысячу. Здравствуйте. Разделить на тысячу. Ну-ка, собираем поход. 3 нуля. Идут к этим 3 нулям. Пуф. Что произошло? Что происходит на это? Пуф. Они уничтожаются. И остается в сухом остатке сколько? 152. Несмотря на то, что здесь все правильно, у нас с вами есть 2 ошибки. Я просто зачеркивать не стала. Так бы я переписала все. Ну, просто это неудобно. Дальше идем, смотрим. Ну-ка. Ну-ка. Вот так давай сделаем. Да? Хорошо. Дальше смотрим. Упражнение 130. Абсолютно аналогично. Примеры. Примеры. 67 тысяч разделить на тысячу. Получится 67, потому что 3 нуля. На эти 3 нуля они уничтожились. Получилось 67. 9600 разделить на 100. Убирай 2 нуля. Сколько будет? 96. 39 тысяч дели на 10. Сколько будет? А почему дели? А почему дели? Ну, пусть будет делить. 39 тысяч дели на 10. Получается сколько? 39. Правильно? Правильно. 9600 умножай на 100. Вот здесь уже, дорогие мои, получится не 96, потому что нам надо увеличить. А увеличить это что значит? Прибавить эти самые 2 нуля. Прибавляем еще 2 нуля. И получается сколько? 9600. 9600. 10600. 102 тысячи. 1, 2, 3. Дели на 10. Уничтожай 1, 0. Сколько получается? 10200. 102 тысячи. Дели на 100. Уничтожай 3 нуля. Ой, тьфу, 2 нуля. 1020. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ничего не запомнилось. Ничего не запомнилось. Ну, ладно. Хорошо. Правда, ничего хорошего, но куда же нам деться с подводной лодки. Дальше у нас с вами элементарное задание. Больше-меньше. 99 тысяч. Больше или меньше? 1, 2, 3. 100 тысяч. Да? Больше или меньше 100 тысяч? Конечно, меньше. 100 тысяч больше, чем 999 тысяч. Тьфу, 99 тысяч. Дальше. 415, 760 тысяч больше, чем 415, 670. Помните? Да? Четверки одинаковые, однерки одинаковые, пятерки одинаковые. Опа, различие. Здесь 670, а тут 670. Да? Что больше? 700. 760, чем 670. Я, по-моему, там оговорилась, да, где-то. Ну, да ладно, бог с ним. Тут правильно. Все хорошо. Знаки стоят верно. Задача. Задача, дорогие мои. Едем дальше. Значит, в альбоме 100 листов. Вот у нас в альбоме 100 листов. Сколько таких альбомов получается из 15 тысяч листов? Сколько альбомов, мы не знаем. Только смотрите. Сокращение. Я делаю на этом акцент, потому что... Потому что это неприятно, да? Немного не ошибка, но немного неприятно. Значит, в альбоме 100 листов. Сколько таких альбомов получится из 15 листов? Мы не знаем, сколько таких альбомов, да? И у нас еще второй вопрос. Сколько листов... В тысячи таких альбомов. Вот тебе тысячи таких альбомов. Вот сто листов. Мы знаем, что в одном альбоме сто листов. Вот тебе тысяча альбомов. Сколько листов будет? Всего. Да? В ста тысячах. Решаем, дорогие мои, решаем. В комментариях где-то под математикой я видела, что, мол, вот меня раньше учили писать каждое число в каждой клетке. Так, дорогие мои, и я учу писать каждую цифру в своей клетке. Ну, понимаете, видите, где-то мы справляемся с этим, а где-то мы с этим не справляемся. Да, так бывает. Я просто вижу ваши комментарии, стараюсь как-то на них отвечать, да, чтобы, ну, чтобы больше понимания между нами было. А то у нас бывает иногда недопонимание. Ну, что? Пятнадцать тысяч делим на сто. Получается сто пятьдесят альбомов. Сто. Умножай на сто. Получится сто тысяч. Чего? Листов. Ответ. Сто пятьдесят альбомов. Альболов. Альбомов. Сто тысяч листов. Все? Правильно. Замечательно. Хорошо. Ой, уравнение. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Уравнение. Любимое, горячо, любимое и желанное. Значит, нам тут говорят, что чем похожи и чем различаются уравнения каждой пары и их решения. Чем они похожи? Числа одинаковые. Да. Числа одинаковые. А вот знак разный. А если знак разный, то и находиться х будет как по-разному. Совершенно верно. Какие вы у меня молодцы. Х минус 260 равно 340. Х равен 260 плюс 340. И так можно от перестановки слагаемых суммы чисел не меняется. Х равен 600. 600 минус 260 получится 340. 340 равно 340. Верно. И мы не просто списываем. Мы пересчитываем вот этот момент. Это называется проверка. Проверка всегда пересчитывается. Не просто на бум я списал. Х плюс 260 равно 340. Х минус. Почему минус? Равно. 340 минус 260. Х равен 80. Верно. 80. Видите, мы подставляем х. Мы нашли х, он 80. Так что мы пишем уже не х, а уже число 80. 80 плюс 260 равно 340. 340 равно 340. Верно? Верно. Сошлось? Сошлось. Какие мы молодцы. Умницы. 96 разделить на х равно 4. х равен 96 делен на 4. х равен 24. 96 разделить на 24 равно 4. 4 равно 4. Вот это мы делаем ерунду путем подбора. 96 минус х равно 4. х равен 96 минус 4. х равен 92. Правильно. 96 минус 4. Ой, я вот говорю быстро, заговариваюсь, мне кажется. 92. 96 минус. Видишь, это не х уже. Это 92. Минус 92 равно 4. 4 равно 4. Да, верно. Ну что, какую оценочку поставим? Такую оценочку поставим, дорогие мои. Уравнения прекрасно решены. Задача решена. Вот 130 самостоятельно делал. Две ошибки. Три ошибки. Три ошибки. Ну, слушайте, мне кажется, можно поставить и четверку. Да, мне кажется, можно поставить четверку. За внешний вид тоже четверка. Нет, вполне себе очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Дальше давай смотреть домашнюю работу. Итак, домашняя работа, упражнение 135. Нужно начертить отрезок. Один отрезок, значит, первый отрезок – это А, Б. Но мы не знаем, сколько. Мы знаем только, что длина которого равна половине длины отрезка в один дециметр. Один дециметр – это сколько? Десять сантиметров. Тут еще все расписали. Прекрасно, как молодец. Все расписано. Один дециметр – десять сантиметров. Да? Да. Половина от десяти сантиметров – это будет пять сантиметров. Мы как узнаем? Половина, ровно. Половина сколько? Вот десять – это половина. Половина – это две равные части. Значит, мы 10 делим на 2. Получаем, что 5. Значит, отрезок у нас должен быть 5 сантиметров. Я могу, в принципе, по клеткам посчитать, а могу, в принципе, по линейке. Мне не нравится этот отрезок. Где начало, где конец? 5. Да, 5 см. Это 5. Хорошо. Едем дальше. Это пятерка. Так. А здесь у нас с вами... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот так. А здесь у нас с вами, значит, цифра 2. То есть нам нужно начертить отрезок SD или CD. I don't know. Отрезок CD, длина половины которого равна 2 см. То есть половина которого равна 2 см. То есть мы 2 умножаем на 2. Хочешь 2 плюс 2. Хочешь 2 умножить на 2. Все-таки умножение – это сложение одинаковых чисел. Да? 2 умножить на 2 – 4 см. Ну, это отрезок. Отрезок – это то, у чего есть начало и то, у чего есть конец. Это отрезок. Еще говорят, отрезок жизни. Это значит, да, вот есть начало и есть конец. 4 должно быть. Я, наверное, для линейки-то не умещусь. Ну, грубо. Ну, да, 4. Да, 4. 1, 2, 3, 4. 4, ну, маленько вот съехали мы. Но 4, да. Дальше смотрим. 800. Нам здесь нужно сказать, верны ли записанные равенства. Да, дать ответ и проверить вычисление. Давай смотреть. 800 минус 296. Вот это знак равенства. Да, мы его должны понять, правильно он стоит или неправильно он стоит. 800 минус 296 и 168 умножить на 3. Здесь 504 и тут 504. Верно? Верно. 888. А что ж, восьмерку-то не дописали. Разделить на 3. Получится 296. И 703 минус 407. Получится тоже 296. Совершенно верно. Верно решено? Верно решено. Все хорошо. Да, поставим пятерку с небольшим минусом за то, что отрезочки не сделал. Но расписал. Все молодец. Все расписано. И промежуточный расписан. И все расписано. Поэтому нет, молодец. Вопросов не имею. Вопросов не имею. Дальше давайте посмотрим еще одну цитрату. Пишите в комментариях обязательно, какую оценку поставили бы вы. Ну, не знаю. Мне очень интересно почитать ваши комментарии. Что бы поставили вы. Я надеюсь, Господи, Иисус Христос. Нигде я в нулях ни в каких не ошиблась. А что завернулась? Завернулась. Ни в каких нулях я не ошиблась. Дай Бог. Чтобы все было хорошо. Если я где-то что-то оговорилась, вы меня простите, пожалуйста. Пятое-десятое. Классная работа. 57 умножить на 10 – 570. 90 умножить на 10 – 900. 200 умножить на 10 – 2000. 4000 разделить на 1000 – 4. 152 тысячи разделить на 1152. 60 тысячи разделить на 1000 – получится 60. Правильно. 67 тысячи разделить на 1000 – 67. 96. Никаких 96. Это получится 96. 9. 600 разделить на 100 – 96. Почему тоже разделить, если вы учебники умножите? Я чуть понять не могу. Ну, ладно. Не страшно. 39 тысяч разделить на 10 – 3 900. 90… Так, 9600 умножить на 100 – 960 тысяч. Уехал, уехал, малыш. Чуть-чуть уехал. Так. Мне сейчас живот буркнул. Так. 102 тысячи. Два раза ошибся. Тут 120 зачеркнул. И здесь начал тоже 120. Тоже зачеркнул. 102 тысячи разделить на 10 – получится 10200. 102 тысячи разделить на 100 – получится 1020. Правильно. 99 тысяч. Меньше, чем 100 тысяч. 415 тысяч 760. Больше, чем 415 тысяч 670. Правильно. задача, ну, краткая запись, она одна у всех. Она у всех одна, потому что мы делали ее вместе на доске. В одном альбоме 100 листов. 100 листов. Количество альбомов тут неизвестно, но знаем, что всего 15 тысяч листов. А здесь мы с вами знаем, какая «Л». Слушай, ух, нагастая какая. Мы знаем, что тысяча альбомов, в одном альбоме 100 листов. Да? Ну, легче, как говорится, легкого. Да? Правильно? Правильно. Ну, давай смотреть. Подожди, а почему тысяча? Чуть не пойму. Сколько листов? Тысяча таких альбомов. Чуть не пойму. Бывает такое, что в затык, вот как я запуталась, 15 тысяч делим на 100, получается 150 альбомов. Правильно. 150 альбомов. А здесь, чтобы узнать, сколько всего. А почему мы 100 на 100 умножали? Почему мы 100 на 100 умножали? И я такая, правильно. Они самостоятельно задачу делали. 100 на 1000. И тогда получится 100 тысяч. Потому что если 100 умножить на 100, это получится 10 тысяч. Вот, визжь, я болтаю много. Ну, ничего, четверка с минусом все равно подойдет. Так. Так, 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 так. Вот оно, видишь, ошибку. Мы самостоятельно делали, потому что только краткую запись мы делали. А я болтаю, болтаю, говорю, да, да, правильно, правильно. В нулях, слушай, запутаться не это. Недолго. Я говорю, да, да, правильно, правильно, нет. Надеюсь, вы, комментатор, досмотрели до конца, что я это исправила. Все, 100 умножить на 100, получится 100 тысяч. 150 альбомов и 100 тысяч листов. Правильно. Теперь давай смотреть уравнения. 340 плюс 260. Вот видите, в той тетради было наоборот, в этой наоборот. Потому что от перестановки слагаемых сумма чисел не меняется. 600, 600 минус 260, 340, 340, 340, 340 минус 260, 80, 24, 92, правильно, правильно, молодец. 5 с минусом поставим, поставим. А, кстати, я не поняла, почему. А что у них домашка одинаковая? Слово в слово. Даже начерчено одинаково. 5 с минусом поставим, да? Ну, ошибся маленько. Смотри, домашка идентичная. Идентичная домашка. Ты посмотри. Найди 10 отличий. Игра называется. Игра называется «Найди 10 отличий». Ну, вот одно мы уже нашли. Здесь не показано, что это отрезок. Несмотря на то, что это отрезок. Они что, списали друг у друга, что ли? Нас создают своих групп. В этих-этих мессенджерах обмениваются. Домашней работой. Ужас кошмар. Осуждаю. Да, списали. Ну, а как иначе? Слово в слово. Один датиметр 10 сантиметров. Десять разделить на два. Пять см. Тут же самое начертил. Пять. Дай проверю. Один, два. Один, два, три, четыре, пять. Этой же рукой все начерчено. То же самое. Два умножить на два, четыре. Один, два, три, четыре. Идентично, идентично абсолютно. Ой, матерь божья. Пятьсот четыре, пятьсот четыре. Ну, и это, значит, одинаково. Кто у кого списал, непонятно. Но это пятерка, конечно. Кто у кого списал, я не поняла. Пишите в комментариях ваши догадки. Кто списал. Первый у второго или второй у первого. Дэя, надо с этим будет разбираться. От не дела. Слово в слово. Слово в слово-то записано. Это не дело. Так, давай смотреть. Классная работа. Мне уже страшно. 57 умножить на 10. Пятьсот семьдесят. Это что? Девяносто умножить на 10. Девятьсот. Двести умножить на 10. Две тысячи. Четыре тысячи разделить на тысячу четыре. Сто пятьдесят две тысячи разделить на тысячу сто пятьдесят два. Шестьдесят тысячи разделить на тысячу шестьдесят. Шестьдесят семь тысяч разделить на тысячу шестьдесят семь. 9600 разделить на 196. 39000 умножить на 10. Вот это правильно. 39000 умножить на 10. Получится 390 тысяч. 9600 умножить на 100. Не 96 тысяч, а 960. 102 тысячи разделить на 10. 10200. 102 тысячи разделить на 100. Правильно. 99000 меньше, чем 100 тысяч, а здесь нет 100 тысяч. 415-760, 415-670, верно. Ну, краткая запись мы как хотим, в принципе, так и вертим, да. Что, чего? Непонятно. Да. Ну, хоть тысячи. Это что? Листы. Листы. 15000 разделить на 100. 150. 100. А как ты, Стор, ты знак перепутал. Здесь надо 100 умножать на 1000. А я радуюсь. И у него еще и один получил. Здесь нужно... Здесь нужно... Нет, здесь нужно 100 умножать на 1000. Ну, что такое? Ну, что-то начиналось так красиво. Я думала, господи, там перепутали. Хоть, думаю, может, тут не перепутали. Вот в нулях вообще путаются. Вот вроде в начале урока вместе работаешь, да. Вроде в начале урока все объясняешь. Потом самостоятельно начинают делать. Ты думаешь, господи, как вообще это возможно? Откуда эти цифры? Что происходит? Уравнение давай смотреть. А там и ответа, кстати, нет. Это тоже ошибка. Там ответа нет. Х минус 260, 340. Х равен... 260 плюс 340, 600. 600 минус 260, 340. 340 равно 340. х равен... Так, 260 минус 340, нет. Получится не 70. Получится 80. Правильно? Правильно. Итого 70. Нет. 80. 340 равно 340. 96 разделить на х – 4. 96 разделить на 4 – 24. 96 разделить на 24 – 4. 4 равно 4 Ом. 96 минус х равно 4. х равно 96 минус 4. х равен 92. А где продолжение? Нет. Нет продолжения. Ошибка. Недочеты сплошные. Там сколько? 1, 2, 3, 4. Давай тройку поставим с огромным минусом. Прям тройку с огромным-согромным минусом. Потому что 1, 2, 3, 4. Ой, ну двойку хот... Ну вот прям хочется поставить двойку. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Где это не 4? 1, 2, 3, 4, 5. Ошибка. Вот зато как хорошо. Все верно, говорит он мне. Списал, говорит мне. Все верно. Все верно. Все верно. Спасибо, дорогой. Спасибо. Раз у тебя все верно, мы очень за вас рады, что у вас все верно. Но это 3. Пишите в комментариях, какую оценочку поставили бы вы. Кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Кто лайк не поражал, обязательно прожимайте. Мы с вами увидимся. Как увидимся? Хороших всем выходных. Хороших вам всем каникул. Опять я не уложила, если опять 30 минут, это, наверное, очень долго. Но извините, вот такие вот мы с вами. Все. Я вас всех люблю. Спасибо за просмотр. За просмотр. Подписываемся, прожимаем лайк, оставляем комментарии. И заходим в телеграм-канал по ссылке в описании. Всех люблю. Хороших вам выходных. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok